В практическом плане мы недалеко от места крушения. Мы вышли из этой 20-километровой зоны. Наши силы уже были там, но мы были вынуждены отступить, чтобы дать возможность провести международное расследование. Для вашего правительства несколько унизительно то, что спустя две недели останки пассажиров до сих пор лежат в поле, и что вы несколько дней не могли гарантировать безопасный доступ иностранным следователям к месту крушения. Террористы не следуют законам войны. Они понимают, что на месте падения самолета лежат тела невинно убитых людей. И террористы рассчитывают на то, что вооруженные силы Украины не пойдут на то, чтобы там был хоть один украинский снаряд. На этой территории не будет войны, пока не найдены тела всех погибших и все улики. Это для нас святое. Вы не понимаете, что для нас место крушения самолета – это стратегически важная территория. Там очень много боевиков, больше, чем где бы то ни было. Я уважаю людей, занимающихся расследованием. То, что они продолжают работать в этом районе – это проявление героизма и храбрости. Я понимаю, в каких условиях им приходится работать и с кем общаться. Я бы хотел поговорить о конфликте более широко. Ваши силы окружили Донецк, почти окружили Луганск. Что дальше? Потому что, взяв эти города, вы рискуете оказаться втянутыми в кровавые уличные бои, что очень дорого обойдется и вашей армии, и мирным жителям в этих городах. Донецк и Луганск – ключевые города, которые сейчас оккупированы террористами. Это города, где наибольшее скопление террористов, где больше всего оружия. И мы понимаем, что освободить эти города будет непросто. Но мы уже сейчас видим, что террористы и их руководители в Кремле делают все возможное, чтобы спровоцировать нас и распространить ложь о наших действиях. Недавно была новая информация, что в Донецке появились два танка с украинскими опознавательными знаками, которые стреляли по домам мирных жителей. Но там нет украинской армии, потому что Донецк контролирует террористы. Чтобы понимать, что происходит в зоне антитеррористической операции, вы должны понимать, с кем мы сражаемся. Территория сепаратистов сейчас в два с половиной раза меньше, чем месяц назад. Украинская армия освободила более 65 населенных пунктов в Донецке и Луганской областях. Наши войска ведут наступательную операцию, но я хочу, чтобы все в мире понимали, что Россия наносит ответный удар. Они уже ни на что не обращают внимания. С российской территории в нас каждый день стреляют до восьми раз. Кроме того, что вы называете их террористами, как вы оцениваете силы противника? Какова их численность? Какая у них есть военная техника? Мы начали так называемую борьбу с террористами, когда в Донецке и Луганской областях было всего 300 террористов. Более половины из них были наемниками, профессионалами, нанятыми Россией и российскими спецслужбами. Все, что у них тогда было, это ружья и гранатометы. А теперь в их распоряжении почти все, что есть в арсенале России. Вы обвинили Россию в поставках оружия вашему противнику. Хотели бы вы, чтобы ваши партнеры из НАТО, США, Британия, расширили поддержку, не ограничиваясь нелетальной помощью? Хорошо, что мы получаем поддержку через политические заявления наших стратегических партнеров, например, США и Британия. Но наша страна и армия хотят не только политических заявлений и санкций против России и Кремля, что уже очень хорошо. Нам также нужны материально-технические обеспечения. К сожалению, это нам действительно нужно. Считаете ли вы, что Украина после Януковича сможет жить в мире с Россией? Вы знаете, украинский народ никогда не воевал с российским народом. Мы боремся с Кремлем и Путиным, и этими людьми, которые называют себя русскими. Но они лишь профессиональные убийцы-наемники. Вы близки к победе в этой войне? Я на 100% уверен, как и любой другой человек в вооруженных силах Украины, что победа будет и будет скоро. Это самая большая награда. Люди умирают, у нас нет выбора. Это наш обувь, как військовый.